Ем на памятник. Ну, такая бытовая ситуация. Надо поставить памятник и деду сделать аргумент. Я поехала в Казань для того, чтобы по возможности собрать там картины, которые, где я знала, есть. И когда я стала этим заниматься и стала... Письма всю жизнь лежали рядом, но, естественно, вот пришло время, читала письма и адрес вот буквально рядом с лесной улицей, что там есть несколько работ Бенькова, там кто-то видел, и в том числе Наташа Рам портрет, и море какое-то там есть, море Капри. И я пошла туда, очень такой богатый дом, все уже бронированные двери. Звоню в дверь, открывает. Я спрашиваю, профессор Терновский здесь живет? Он говорит, здесь. Я все сказала, я такая-такая, там, вот у вас должны быть картины. Да, сразу же мне показали Наташу Рам, показали на Ленина портреты. Про какие-то работы я спросила, у них нет, а море говорит, вот, может быть, вот это вот. Хочется сказать, что я ушла от них не просто счастливая, я летела по воздуху. То есть я их нашла, я нашла картины деда, они меня приняли, они со мной говорили, мы какие-то там концы с концами свели, у меня появилось будущее, они мне дадут картины на выставку, родные дедовые картины. Вот все время просят продать картины, только мы не можем это сделать, потому что мы выросли в этом, и это является нашим домом, то есть без этого нам не жить. Миньков – это часть, конечно, казанской школы, художественной школы. И история создания, история развития казанской художественной школы – это все Миньков, феши. И надо сказать, что наша коллекция, она, конечно, потрясающая, она хороша, и можно на этих произведениях Минькова учиться и сегодняшним художникам, но мы уже много лет мечтаем о том, чтобы привести Минькова другого, этого солнечного, с потрясающими солнечными бликами, с потрясающим солнечным, песочным, солнечным, ярким светом, буйством красок, с этими великолепными восточными женщинами, которые собирают виноград. Вот это все, все для нас неведомо. Миньков – это все, все для нас неведомо.